Первыми на сигнал тревоги прибывают пожарные. Сразу за ними спецподразделения полиции с оружием в руках перекрывают въезд на опасную территорию. Допуск есть только у экстренных служб и экологов. Ученые сразу начинают работу в мобильной лаборатории. В машине есть газонализатор, который также позволяет определять содержание аммиака, мгновенные показания и усредленные показания. В режиме реального времени мы выдаем результаты. Сегодня показания счетчиков на нуле. В случае реального выброса стрелка могла бы зашкалить не только на заводе, но и в соседнем поселке. В этом случае первым делом нужно залить цистерны с опасным веществом водой. Она нейтрализует аммиак. В то же время другая бригада в костюмах химзащиты осматривает территорию завода. Ищут оставшихся там людей. А автобус с остальными на выезде щедро обдают дезинфицирующими средствами. Руководя действиями группы из оперативного штаба, на установку такой базы уходит всего несколько минут. Впрочем, сами учения продлились немногим дольше. Командование сообщает, задачи справились отлично, несмотря на то, что отрабатывали худший из сценариев. Предполагается, что все-таки, если вся у нас система сработает, то, в принципе, аммиак за пределы предприятия не выйдет. Но, как говорится, одно дело было на бумаге. То есть мы всегда готовимся к худшему варианту. И, в принципе, население, которое проживает вблизи, в частности здесь у нас жилой поселок, находится недалеко. Мы все-таки его ставим в зону риска и населению надо быть готовым. Помимо сотрудников МЧС, в межведомственных учениях приняли участие региональные департаменты природоохраны и здравоохранения, а также различные части полиции и Росгвардии. Иван Савинов и Константин Дмитриев. День в событиях.